Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу сдать на браво. Откатала часы вождение с инструктором, браво, дополнительные занятия. Все получается, все хорошо, но только прохожу на экзамен, все забываю, все в тумане. Последний раз даже завести не смогла. Сдача экзамена зависит от моего благосостояния. Очень надеюсь, что кто-нибудь поможет расправиться со страхом. Ну, смотрите. Здесь ситуация следующая. Значит, во-первых, если мы говорим прямо о таком быстром каком-то снятии страха, да, то помогают хорошо методы НЛП. То есть методы нейрологического программирования, они достаточно хорошо помогают в этом смысле. и, в общем-то, они на самом деле могут снять ваш страх. Вот. И, в принципе, бояться вы не будете так сильно, как боитесь сейчас. Другой вопрос. Насколько это будет эффективно по отношению к вам? То есть вы говорите о том, что, во-первых, чего-то боитесь. Вы говорите о том, что для вас это значимо очень. То есть от этого зависит ваше благосостояние. Соответственно, соответственно, что происходит? Происходит то, что вы не относитесь к экзамену как именно к экзамену. А вы относитесь к нему как к чему-то, что напрямую влияет на ваше благосостояние. То есть вы решаете проблему не сдавая экзамен, а вы решаете проблему именно своего благосостояния. И страх того, что ваше благосостояние снизится от того, что вы, допустим, экзамен не сдадите. Нежелание принимать то, что ваше благосостояние будет меньше. И создает вот эту атмосферу, создает вот эту историю, вот это настроение, если угодно, когда вам страшно. Поэтому вашей задачей в долгосрочной перспективе является снижение значимости экзаменов. И снижение значимости благосостояния для вас. Это может быть поиск альтернативного способа решить вопрос с благосостоянием. Это может быть вопрос изменения своего отношения к ценности благосостояния для нас. Это может быть решение вопроса о том, какой вы себя чувствуете в случае, если ваше благосостояние снизится. То есть, человека довольно часто тревожит мне не столько то, что он проиграет в благосостоянии, сколько то, каким он будет в этом изменённом, скажем так, благосостоянии своём. Если вы это заметите, если вы заметите, что, например, на самом деле ситуация связана не с благосостоянием как таковым, а с тем больше, как я себя буду чувствовать в изменённом благосостоянии. То есть, например, я буду чувствовать, допустим, что я не справилась, я буду чувствовать, допустим, что я плохая какая-то, например. Я буду чувствовать, что я неудачница, например, да и так далее. Вот этот момент является, на мой взгляд, очень важным. То есть, вы решаете здесь, вы натурально решаете здесь вопрос своего внутреннего конфликта, вы решаете. И, конечно, экзамен к этому отношения не имеют. То есть, экзамен – это всего лишь способ, это всего лишь средство и не более того. Поэтому вам необходимо, во-первых, переключить внимание на то, что на самом деле вас плавает, это первое. И второе – как-то вот поработать со значимостью этого. Страх необходимо прожить. То есть, у меня есть такое ощущение, что вы, вот, например, свой страх, да, вы его не проживаете. То есть, вы его как-то вот с ним боретесь, да, но не проживаете. Такая вот история, такая вот история. Особенно, с учетом того, что дело здесь не совсем в экзамене, да, особенно если учесть, что дело здесь, ну, немножечко в другом. Ну, на мой взгляд, ситуация приобретает довольно такой непростой характер. Вот. Возможно, это связано с вашим опытом. То есть, вот, если экзамены всегда были проблемой. То есть, например, с детства, когда вы еще в школе сдавали экзамены. Вот. Это тоже может быть такой вот проблематикой в том смысле, что, вот, для вас это именно, именно испытание такое. Вот. Понимаете? Как-то. Поэтому здесь очень важно, здесь очень важно на это, вот, именно, именно на это, конкретно на это, обратить внимание, на мой взгляд. Вот, как-то так. И, как, когда вы пишете, например, о том, что, надеюсь, что это поможет мне, ну, справиться со страхом, как вы говорите. Вот. То есть, тут точно, тут тоже не совсем ясно. Вот. Хотите ли вы этого или нет? То есть, хотите ли вы на самом деле с этим, ну, работать, как бы. Вот. Понимаете, да? Поэтому, тут тоже, вот, момент. Вы себе ответите на вопрос, что вы готовы реально делать для того, чтобы ситуацию изменить. Вот готовы ли вы, например, выбрать, ну, выбрать психолога, да? Вот. И, с ними работать. Непосредственно от проблемы. Или вы просто, вот, хотите получить какой-то совет и всё. Вот, просто хотите какой-то совет получить и надеетесь, что вам это сразу поможет, да, и вы сразу, ну, сдадите экзоны. Вот. Понимаете, да? Понимаете, да? Такая, такая, такая вот история. Вот здесь. Вот это вопрос о том, как мне кажется, готовы ли вы менять свою жизнь? Ну, вообще, готовы ли вы с этим что-то делать? Готовы ли вы, ну, как-то вот свою жизнь менять? Потому что ваши драки связаны именно с тем, что вы живете вот в определенной такой обстановке, в определенном таком... определенной, ну, зажатомстве, скажем, скажем так. Вот. Я думаю, я думаю, что как-то так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Удачи вам! Удачи! 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 Продолжение следует...